У меня в гостях Юрий Рудаков. Юрий, почему сейчас тренд на органические продукты? Все люди во всем мире заботятся о своем здоровье, заботятся о здоровье своих детей. И, соответственно, та индустриализация сельского хозяйства, которая позволяет получить высокие урожаи, она зачастую не дает то качество и ту безопасность продуктов, которые люди хотят, чтобы не лечиться, а сразу потреблять пищу, от которой не надо потом ходить к врачам. А чем занимается Ваш союз переработчиков дикоросов? Союз объединяет компании практически со всей России, которые заготавливают дикоростущие грибы, ягоды, орехи, травы. Их перерабатывают, производят из них полезную и вкусную продукцию, естественно, продают. Ну, как в нашей стране, так и за рубежом. И сейчас такой, скажем так, серьезный тренд – это продажа на экспорт. Этому способствует и российский экспортный центр, ну и сами компании хотят выйти в высшую лигу торговли, торговать на зарубежных рынках. У нас недавно состоялась миссия в Дубай. Многие компании работают с Юго-Восточной Азией, с Европой, Америкой, в общем, по всему миру. А акцент на какие страны именно в экспорте делается? На сегодняшний день акцент, конечно, ну в первую очередь это Юго-Восточная Азия, хотя они достаточно сложные переговорщики. За последний год было проведено несколько переговоров с Японией, с Кореей, ну и, естественно, с нашим традиционным партнером Китаем. Многие компании уже поставляют туда продукцию и имеют там представительство. Вот благодаря империи, благодаря центру закупок сетей у нас завтра состоится большая сессия с больше чем 30 зарубежными закупщиками гипермаркетов, супермаркетов практически со всего света, там и Европа, и бывшие страны СНГ, и Юго-Восточная Азия. Ну а также очень интересный рынок – это Америка, как Южная, в общем-то, так и, конечно, Соединенные Штаты Америки. А переговоры пройдут в рамках продэкспа? Да, переговоры проводятся в рамках продэкспа. Ну, продэкспа, скажем так, я лично уже, наверное, около 12, может быть, 15 лет участвую с продукцией на этой площадке. И вот в этот, скажем так, последние 4 года, скажем так, была раньше улица органических продуктов, сейчас органические продукты занимают целый павильон. Что особенно интересно, то, что принятие закона о производстве органических продуктов в Российской Федерации, скажем так, подтолкнуло эту отрасль к легализации, и происходит, скажем так, цивилизованность. То есть, ну, если раньше на любой продукции могли написать органик, и таким образом непонятно, что там было, то сейчас закон четко определяет, что может быть. Ну, и, естественно, продукция из дикоросов, конечно, является органической. Юрий, спасибо вам огромное, и будем ждать вас завтра, чтобы вы с нами поделились какими-то инсайдерскими информациями после данных переговоров. Всего доброго.